2005 год был особенно полон различные значимые события. Дебютный сезон сверхъестественного, последний фильм Лукаса по Звёздным Войнам и первое загруженное видео на ютуб. Игровая индустрия тоже не осталась в стороне и порадовала целым рядом культовых проектов, для подсчёта которых не хватит пальцев обеих рук. В тот год мне не стыдно было считать себя настоящим фанатом Call of Duty и обделываться при каждом появлении Альмы. Но сегодня речь пойдёт Resident Evil 4, прошедшими меня по объективным на то причинам, поскольку изначально релиз состоялся исключительно на консоли GameCube, через 9 месяцев на PlayStation 2 и только в 2007 году на ПК, с ужасающим на тот момент портом от Ubisoft, где помимо ухудшенной графики и других проблем, банально отсутствовала возможность управления мышью. В дальнейшем, конечно, выходили патчи, которые со временем решили большинство недочётов, но неприятный осадок у людей остался, а первое более-менее нормальное переиздание со всеми DLC и HD текстурами вышло лишь в 2014 году, которое я, собственно, и приобрёл. Естественно, пришлось ещё отдельно устанавливать русификатор, благо он уже давно есть на просторах интернета и найти его не составляет труда. В центре истории вновь оказывается один из главных протагонистов прошлого части серии, Леон Скотт Кеннеди, который после успешного побега из Раккун-Сити стал ценным правительственным агентом с опытом противостояния биооружию, поэтому теперь выполняет различные поручения особой важности, поступающей прямиком из Белого дома. Но в этот раз судьба подготовила для него нечто особо изысканное, а именно спасение дочки самого президента США Эшли Грэм, похищенной группой неизвестных лиц. Разведке удалось выяснить, что её след обрывается в изолированном испанском горном поселении, куда и был отправлен агент Кеннеди. По прибытию он сразу же вступает в контакт с местными жителями, как позже выяснится представителями древнего религиозного культа Лос-Иллюминадос, который вежливо попросили взять руки в ноги и проваливать отсюда. После чего Леончик, без колебаний продемонстрировал, как его на родине учили решать разногласия демократическими методами. Появление в деревне самозванца, размахивающего пушкой направо и налево, явно не понравилось местному сторожиле Гришане, а потому он решил самостоятельно прижучить хлопца, с чем успешно справился. Пока Леон был без сознания, ему сделали фирменную инъекцию зародышем паразита Лос-Плагас, который до этого также маном вели и всем остальным жителям деревни, обратив их в марионеты к лидера секты Озмунда Седлера, обладающего доминантным видом паразита, что даёт ему возможность с помощью звуковых волн контролировать всех остальных особей, взявших вверх над поселенцами. Вскоре Леону удаётся освободиться вместе с ещё одним пленом Луисом Сьерой, представившимся сотрудником Мадридской полиции, от которого мы узнаём, что Эшли и её баллистикс держат церкви на окраине деревни. Освободив её, мы встречаем Седлера, поделившегося своим планом по установлению нового мирового порядка, где плохие Соединённые Штаты больше не будет давать свои условия честным работягам. Для этого он ввёл в ушастую своего маленького паразита и собирается отправить обратно к президенту, когда он разовьётся до нужной стадии. Поэтому Леону на протяжении последующих глав предстоит не только вытащить её отсюда живое невредимое, но и выяснить, как избавиться от благи. За это время мы успеем столкнуться с разными препятствиями, но первым и самым сложным из них оказалось управление. Несмотря на то, что порт вышел в 2014 году, то есть спустя целых 9 лет с момент релиза игры на геймкьюб, он всё равно обладает рядом недостатков, чему посвящено свыше 4000 отрицательных отзывов в стиме. К счастью, я столкнулся далеко не со всеми проблемами, но ряд из них всё равно присутствовал и оставил не самые приятные впечатления. Если в большинстве игр вы привыкли задавать направление движения модельки не только кнопками клавиатуры, но и с помощью движений мыши, то здесь это осуществляется исключительно клавишами А и Д, что на начальном этапе было дико дискомфортно. И в первые полтора часа я боролся с неопредалимым желанием снести игру и ждать ремейка. Благо на клавишу Q присутствует мгновенный разворот на 180 градусов, что слегка компенсировало отсутствие мобильности, которой в особенности не хватало в окружении нескольких противников. С мышью особых проблем не возникло, но даже с моим 400 DPI пришлось выкручивать Сенсу почти на самый минимальный уровень, чтобы ЛЦУ не улетал в небеса. Конечно, без прикрести играть было довольно непривычно, но это та отличительная черта Резиденты, которую я с радостью принимаю и надеюсь, что в ремейке они добавят возможность выбора прицела. Но в то же время есть те специфики, которые с одной стороны заметно облегчают геймплей, а с другой наоборот заставляют делать огромное количество необязательных сил и движений, которых в идеале можно было избежать. Как например, немаловажен тот факт, что процесс смены оружия и лечения происходит без каких-либо анимаций и исключительно в меню инвентаря, открытие которого равносильно полноценной паузе. Но если бы не данная фича, то в конечном итоге количество смертей у меня по меньшей мере увеличилось бы в два раза, потому что не раз возникали ситуации, когда врагов становилось чересчур много, а возможности отступить не представлялось. Еще одна специфика Резиденты, которая уже успешно справляется с повышением кратности чисел в графе смертей, это мои любимые квиктайм ивенты, раскрывшиеся здесь с совершенно другой стороны, нежели в пятой части. Во-первых, они банально превосходят своего последователя в количестве, но при этом намного лучше интегрирован игровой процесс, в том числе и в боссфайты. Во-вторых, попросту сочетания клавиш оказались значительно удобнее, одна из комбинаций – это и вовсе право-лево кнопки мыши, никак не требующие перемещать пальцы, а другая – это клавиши Х плюс С, что, конечно, не самый идеальный вариант, но зато это близлежащие друг другу кнопки в одном ряду, и на этом спасибо. Но, к сожалению, и здесь не обошлось без багов, от одного из которых у меня так знатно подгорело седалище. Уже где-то в заключительной третьей игры в одной из глав нам придется спуститься в шахты, как бы это ни было удивительно, да, в поиске ключа для одной из дверей, где поджидает увлекательный аттракцион на вагонетках с трагичным для моего Леончика финалом, который из раза в раз срывался с уступа. До этого никаких проблем с QTE я не испытывал, поэтому решил, что просто недостаточно быстро нажимал на кнопку. Но уже после третьей попытки логика стала подсказывать, что проблема явно не во мне, поэтому пришлось выйти в интернет с таким вопросом. Большая часть предлагаемых решений результатов не давала, что заставило меня во второй раз приблизиться к стадии непреодолимого желания снести игру с концами. И когда надежда уже почти угасла, явился святой лик, решивший этот баг с переключением лока FPS 60 на 30, мужик, где бы ты ни был знай, ты мой герой. Но все опять же прошло не так гладко, как хотелось бы. Изменить FPS можно было лишь из главного меню игры, что заставило меня заново пробегать почти половину головы, после чего произошло следующее. Да, Леон буквально провалился сквозь тележку и даже смог уходить по воздуху словно Иисус по воде. А когда вагонетка доехала до обрыва, то телепортировался прямиком к ней и уже успешно вскарабкался наверх, позволив мне наконец-то выдохнуть с облегчением. В дальнейшем был еще один незначительный баг, где QTE кнопка и вовсе не отображалась, и я уже было испугался, что снова придется выходить в главное меню. Но с третьей попытки все же удалось найти нужную клавишу и продолжить приключение. В целом, не самое удобное управление и отчасти сломанные QTE, это мои единственные претензии к основной кампании за Леона, из-за которых хочется слегка покритиковать игру, во всем остальном она практически совершенна. В первую очередь я был весьма впечатлен разнообразием врагов, которых здесь опять же на порядок больше, чем в пятой части. Не буду вдаваться в подробности каждого из них, но отдельные виды гонады определенно достойны упоминания. Игру можно поделить на три основных этапа, это деревня, древний замок и промышленный остров. Каждая из локаций обладает своим собственным уникальным антуражем, которому соответствуют и враги, обитающие там. В самом начале нам будут противостать обыкновенные жители поселения, так сказать, мобы первого уровня, одеты в типичную колхозную одежду и вооруженные различными подручными предметами, используемые в сельском хозяйстве, такие как виллы, серпы, топоры, лопаты и т.д. В некоторых местах даже можно заметить, что они продолжают заниматься привычными сельскими делами. Поодиночке гонада не представляет большой опасности, но с самой первой локации игра как бы намекает, что нам предстоит сталкиваться столбами противника, в состоящем по меньшей мере из дюжины инфицированных, а однажды даже пришлось отбивать жестачу на саду здания, в течение которой полегло ну с полсотни гонада. Но признаюсь честно, противню удалось ее только с третьего раза, ибо толкучка была страшнее, чем в час пик московском метро. Подбираясь вплотную, они наносят удары, хватают вас или даже могут поджечь оригинальным способом, но перемещается достаточно медленно, поэтому если держать дистанцию, не загоняя себя в углы, то больших проблем они не доставят. В отличие доктора Сальвадора или по-простому бензопильщика, способного с одного маха снести Леону голову. Один из самых опасных противников серии, и даже малюсенькая ошибка или просчет будет стоить вам жизни. Поэтому каждый раз при характерном звуке завода бензопилы невозможно избежать поджима булок. Также в игре однажды появляются и женские версии бензопильщика. Оказывается, Capcom еще в 2005 году знает, что такое настоящая diversity. И хоть они уступают мужским вариациям по количеству хп и убиваются с меньшими затратами боезапаса, но все еще представляют из себя ту же угрозу и окружают Леона вдвоем в ограниченном пространстве, заставляя принимать решения очень быстро. Также нередко будут встречаться враги с развившейся плагой, появляющейся из шеи в результате отстреленной головы. Они мне показались не настолько устрашающими, как в пятой части, а скорее наоборот обыкновенными противниками, с которыми ты сталкиваешься на регулярной основе. Перебравшись в замок, мы уже познакомимся с примененным последователями культа Лос Иллюминадос, облаченных в монашеские одеяния и проводящих свои жуткие, но в то же время атмосферные в рамках игры «Лелигиозные службы». Ключевое отличие от поселенцев заключается в арсенале используемой ими оружия. Одна часть предпочитает булавы и деревянные щиты для прикрытия, пробить которые не так легко, как может казаться на первый взгляд, а другая любит оставаться на расстоянии и атаковать с помощью арбалетов, но выпускаемые стрелы можно сбить, а после двух выстрелов враги уходят на достаточно литийную перезарядку, что дает драгоценное время успеть расправиться с ними. Некоторые из них также обладают развившейся плагой, которая в случае достаточно низкого уровня здоровья может откусить Лиону голову, и очень жаль, что в пятой части разработчикам уже было лень запариваться над подобными анимациями. Роль бензопильщика отчасти на себя взял Городор, вооруженный наручными когтями. Будучи лишенным зрения, он обладает весьма острым слухом и реагирует практически на каждое ваше движение, в особенности выстрелы, после чего бежит в соответствующем направлении и спамит несколькими серьезными, но все же не критическими атаками. Единственное его слабое место — это неприкрытая плага, расположившаяся на спине, до которой в просторном помещении достаточно легко добраться, если использовать так удобно поставленные разрабами колокола. Если говорить про сам замок, то это с большим отрывом самая красивая локация в игре. Различные картины, скульптуры, колонны, вазы и статуи образуют собой великолепное внутреннее убранство, поэтому иногда просто хочется идти пешочком и любоваться окружением. Здесь есть даже своя собственная люксовая транспортная система. Как тебе такое, Илон Маск? Еще один интересный противник, встретившийся Леону на пути, именуется Навистадором, причем делится он на два разных типа. Первый обитает в тюремном блоке и обладает весьма незаурядным качеством для вселенной Резидент, а именно маскировкой. И если вы подумали, что это мутирующее насекомое, то нет. Когда-то данное существо было человеком, над которым Лос Альминадо ставили свои жуткие эксперименты с внедрением Лас Плагаса. И как можно заметить, их изощренности не было предела. Второй тип не умеет становиться невидимым, но при этом способен летать, хватаясь Леона и обливаясь своего рода кислотой. Но убивается очень быстро, ведь для этого достаточно всего одного точного попадания. На острове нас повстречает уже штатная армия Седлера, но не имеющая особых преимуществ над остальными Ганады, кроме наличия шоковых дубинок. Но самым интересным для изучения здесь являются лаборатории и созданные в процессе экспериментов различные создания. Среди них самый страшный противник в игре и по совместительству про отец охотника из Дэдспейса — Регенератор. Думаю, по названию уже вполне очевидна его самая главная способность, а именно свойство к восстановлению клеток после полученного урона, благодаря наличию в организме сразу нескольких плаг, количество которых может достигать одновременно пяти особей. Именно они позволяют заново отращивать любую часть тела, а обнаружить их можно только при помощи тепловизора, встроенного в оптический прицел. Ну а сейчас мне необходимо извиниться перед пятым ретендентом. Когда я делал на него обзор, то понятия не имел, что уже четвертая часть грешила противниками с огнестрельным оружием. Именно здесь впервые появился Брут с пулеметом, или как его принято называть Коммандос. С другой стороны, это уменьшает и без того незначительное количество выведений, сделанных в пятой части, ведь даже Жнец — это по сути производная от Навистадора с небольшими концептуальными изменениями. Другое немаловажное достоинство четвертого резидента — это великолепные боссфайты, а точнее грабанное распределение соотношения количества и качества. И хоть я бы с радостью рассказал про каждого из них, но это будет бессмысленная трата хронометража, поэтому пройдемся по отдельным примерам. Самым первым Леончик решил загарпунить Кракена, осмелившегося бросить вызов нашей лодочке, по всей видимости сделанный по меньшей мере из вибраниума, раз она не превратилась в щепки после столкновения с такой татушкой. К счастью, кальмар оказался не настолько же прочным и уже после нескольких атак отправился на дно к Дэвид Джонсу. Данный боссфайл стартовал всего лишь спустя полтора часа после начала игры и скорее был своеобразным разогревом, ведь вместо оружия, которым на столь раннем этапе ты даже толком не успел разжиться, достаточно точно швыряться гарпунами и не задумываться над какой-то тактикой. В дальнейшем такой легкотни не предвидится и каждый из боссов будет обладать различными уникальными способностями, а арены предложат некоторые интересные взаимодействия с окружением. Так, например, несколько раз на протяжении игры мы будем сталкиваться с огромными троллями Эль Гиганты. И если первое противостояние ничем примечательным не запомнилось, то второе, наоборот, оставило очень приятное впечатление. Во-первых, их появилось одновременно двое, что однозначно усложнило задачу. А во-вторых, сам боссфайт протекал в котельной с магмой под полом, куда можно было сбросить одного из монстров, открыв люку, дожидашись подходящего момента. В большинстве своем ганада надо убивать привычными методами, поэтому когда тебе представляет возможность расправиться с серьезным противником, да еще таким оригинальным способом, то это не может не запомниться. К тому же в дальнейшем Эль Гиганты в агоне попытаются вынырнуть из магмы и если в этот момент вы будете находиться поблизости, то он схватит Леона и утащит вместе собой в преисподнюю, о чем я узнал уже только после прохождения. Вообще разработчики немало внимания уделили подобным деталям, о которых рядовой игрок может даже не узнать. Самый явный тому пример это бой с вертуга, одним из самых быстрых и проворных противников, да и к тому же обладающего практически неуязвимой кожей. При этом существуют две опции. Убить врага, используя баллоны с жидким азотом, или прожить определенное количество времени и слинять на лифте. Но так как это было мое первое прохождение, а перед ним я не читал никакие гайды, кто и не знал существования выбора, поэтому особо не старался завалить вердуга. Что немного обидно, ведь с него попадает сокровище, которое в дальнейшем можно продать за кругленькую сумму. Но чтобы успешно противствовать всем разнообразным противникам, нам естественно понадобится годный арсенал. И в данном случае игра снова не подводит. Не могу сказать, что пушек было мало или много, их ровно столько, сколько и нужно. Да и лично я пользовался уже привычной для себя комбинацией с времен пятой части в виде пистолета для средней дистанции, на который обычно приходится отстреливать большинство гонада, а также дробовик для ближней. Помимо этого носил про запас ППшку очень полезную в окружении нескольких противников, благодаря своей скорострельности. Снайперскую винтовку приобретал в самом начале, но из-за того, что в игре очень редко встречаются участки, требующие дальнобойного оружия, а места в инвентаре она занимает немало, то было принято решение вскоре избавиться от нее. Вплоть почти до самой концовки, ибо оптический прицел с тепловизором для уничтожения регенераторов можно поставить лишь на нее. Да, от большинства из них можно просто убежать или убить с помощью гранатомета и зажигательных гранат, но по сути игра подталкивает тебя носить определенный вид оружия, что я не особо поддерживаю, но это скорее придирка, а не недостаток. Покупаем же мы оружие в разных уголках у знаменитого торговца, следующего за нами попитам на протяжении всей игры. По мере прохождения у него будут появляться новые предметы, а также улучшения, влияющие на урон, скорость перезарядки, темп стрельбы и вместительность магазина. А еще для некоторых пушек по желанию докупаются приклады, уменьшающие отдачу. Но лично я не почувствовал никаких изменений, по всей видимости, за низкой сенсы. Также можно продавать найденные сокровища по отдельности или объединять в различных масках и коронах, тем самым увеличивая стоимость предмета, поэтому стоит обыскивать каждый угол, ведь это может хорошо забустить ваш бюджет. Но даже с моей педантичностью не всегда удавалось найти все необходимые предметы. Экономика в игре продумана грамотно, со временем враги не только увеличиваются в количестве, но и становятся сильнее, соответственно и песо с них выпадает больше. Но и улучшения до самых высоких уровней стоят приличных денег, поэтому излишки в кошельке точно не заваляются. Теперь настало время поговорить о персонажах, их роли в сюжете и истории. И начнем, пожалуй, с Эшли. Все-таки она занимает самое весомое место среди всех второсипедных героев и проводит рядом с Леоном немало времени, даже иногда помогая ему. Но глобально ничем примечательным не запомнилась, кроме своих ушей, баллистикс и крикливости. Самое главное, что как спутник она не доставляла особых хлопот. Всегда старалась держаться рядом и не отходить ни на шаг, без лишних вопросов выполнял любые указания Леона, когда нужно остаться чуть позади или спрятаться в контейнере, чтобы не попасть в руки врага. Ну и, конечно же, всегда пригибалась, если находилась на траектории ведения огня. В совокупе можно сказать, что она выполняет самую главную задачу, а именно не путается под ногами и не играет роль прицепа, за которым нужно постоянно присматривать. Ну, помимо акрофобии, которая даже мешает спуску с лестниц. При этом, любое случайное попадание в нее, даже в ногу, будет стоить ей жизни. Главный антагонист игры, Озмунд Седлер, обыкновенный злодей с клишированной целью положить конец мировому господству Соединенных Штатов. Его мотивы никак не объясняются, о прошлом ничего не известно, кроме того, что он прибыл в Испанию в начале нулевых в поисках Лас-Плагоса, как средство достижения своих планов. При этом, конкретно не уточняется, откуда он обзавелся информацией об их существовании, но приняв в обличие пророка и святого человека, ему удалось манипулировать молодым дворянином Рамоном Салазаром, напомнив тому о преступлениях, совершенных его предком. Уничтожившего Лосу Леменадос еще в 15 веке и запечатавшего Лас-Плагос в руинах под замком. Отказавшись от католичества и реорганизовав своих поданных в новых последователей культа, он нанял жителей соседних деревень для раскопок, в результате которых были найдены лишь мертвые останки паразитов. К счастью для Седлера споры, вдыхаемые рабочими, через несколько лет регенерировали в полноразмерных взрослых особей. Именно они послужили первыми субъектами для исследований, в ходе которых под руководством доктора Луиса Сьерра, оказавшегося далеко не копом, были созданы генетически модифицированные паразиты. Первыми облацами которой стали сам Седлер, Салазар, а затем и деревенские Старейшина и по совместительству Священник Гришане. Благодаря его влиянию Седлеру удалось убедить поселенцев присоединиться к своему культу, при этом тайно в процессе посвящения, введя им зародыши паразитов, чтобы в дальнейшем полностью контролировать, сделав из них первый рубеж обороны. Вскоре, благодаря сливам информации от Сьерры о проделках Седлера прознали в тайной безымянной организации, некогда главной конкуренте, уже распавшейся к тому времени Амбреллы. Альберт Вескир, состоявший в ней, велел бывшему американскому солдату Жеку Краузеру втереться в доверие Лос Эллюминатус и заполучить образец доминантного вида плаги. Седлер же поручил ему похитить дочь президента США, а в награду предоставил образец доминантной особи, которую Краузер решил использовать для себя, разжившись сверхспособностями, а в дальнейшем преобразовав свою руку в непробиваемый клинок. Сражение с ним протекает в два этапа. Первый в виде дуали на ножах во время катсцены, где необходимо вовремя прожимать мои любимые кутуе кнопки. Как это происходит? Ты спокойненько сидишь, пытаешься вникнуть в суть диалога, и тут бац, или он уже труп. Самое интересное, что Кеннеди и Краузера объединяет общая предыстория. Когда-то они были напарниками в одной из операций на территории небольшой южноамериканской страны, где произошла утечка этой вируса. В результате действий главы местного наркокартеля Хавьера Идалько, купившего образцы у Вескера. В процессе миссии Краузер получил ранение левой руки, от которого в дальнейшем так и не смог восстановиться, из-за чего армия США больше не намеревалась использовать его в спецоперациях, что для человека, живущего исключительно военным делом, стало настоящим ударом. Поэтому он решил инсценировать свою смерть в результате несчастного случая и отправиться на поиски Вескера. Ведь еще в Абазонских лесах Краузер соблазнился силой, которую дарует человеку вирус Тавероника, и расценил Леона как труса за то, что тот хотел лишь уничтожить вирус, а не использовать его себе на благо. Второе сражение с ним выдалось для меня самым длительным и напряженным в компании Зелёна, в первую очередь из-за обратного отсчета, который не останавливался даже после завершения боссфайта. И однажды мне банально не хватило времени, чтобы выбраться из эминированного здания, но в конце концов спустя 20 минут все же удалось выйти победителем с приличным запасом времени. Высшестоящее руководство организации, очевидно предвидев потенциальную неудачу Краузера, не хотело рисковать и заставило Вескера послать в качестве еще одного агента несравненную аду Вонг. Если в пятой части большая часть моего внимания была прикована к Альберту, то здесь главная роковая женщина в жизни Леона завоевала и мое сердце тоже, в первую очередь благодаря своей завлекающей и обаятельной харизме. Актриса дубляжа Сэлли Кэйхилл своим голосом идеально передает всю элегантность, загадочность и обворожительность своего персонажа. Мне даже не нужно упоминать красоту и вульгарное красное платье, это всего-навсего дополнение к ее образу, но ни в коем случае не определяющие звенья. Но сперва небольшая предыстория. Впервые Ада познакомилась с Леоном в уже полностью инфицированном Раккун-Сити, когда пыталась выкрасть образцы Джи-Вируса по поручению организации. Скрыв свои истинные мотивы, представившись агентом ФБР, они начали работать сообща, а по пути Леон героически заслонил ее с собой от выстрела, получив ранение в плечо. Ада была очень тронута не только самопожертвованием молодого человека, но и его непоколебимой готовности помогать ей несмотря на творящиеся вокруг апокалипсис. Они вместе отправились в лабораторию Нест, расположенную в Орклейских горах, где Леону уже пришлось действовать самостоятельно в поисках Джи-Вируса, как улики для разоблачения Амбреллы. Ему удалось заполучить необходимое, но и в то же время прознать об истинной принадлежности Ады. Он отказался отдавать ей образец, а та в свою очередь не смогла забрать его силы из-за появившихся чувств к Леону. После чего была пострелена Аннет Биркин и в результате самоуничтожения комплекса сорвалась в бездну. По крайней мере это та версия, что была представлена в ремейке 19-го года, но в оригинале и в хрониках темной стороны присутствует альтернативная развязка, более драматичная, которая считается каноничной, где Ада признается в любви Леону и разумеется в кавычках умирает у него на руках. И вы только вслушайтесь в этот крик отчаяния, доводящий до мурашек. Закончив свой филигранный спектакль, Ада выбирается из комплекса, подкинув по пути Леона РПГ, чтобы прикончить тирана. А после продолжает успешно работать на организацию, параллельно пытаясь убедить себя, что чувства к Леону были лишь частью роли, в которую она успешно вжилась. Но, как выяснится в четвертой части, они явно не были фальшью, а несколько раз оставлены романические письма на протяжении игры, лишь подчеркивают заботливость и небезразличие к главному герою. И несмотря на то, что у Ады есть свои собственные приоритеты, было приятно осознавать, что она всегда готова пойти на жертвы и прикрыть Леона, о чем более подробно рассказывается в дополнении в The Separate Ways. События которого разворачиваются параллельно со мной игре, но рассказывают историю от лица Ады. Она пребывает в деревню примерно в одно время с Кеннеди, и не раз спасает ему жизнь, стараясь оставаться в тени, за что одна же чуть сама не поплатилась головой. Вескер, будучи ее координатором, настаивал на ликвидации Леона при удобном случае, чтобы избежать лишних свидетелей. Ада, в свою очередь, даже не помышляла об этом, а наоборот помогала отбиться от Краузера, когда Леон был на грани поражения. В итоге ей пришлось самостоятельно покончить с наемником, ведь он даже после второго сорокновения с Кеннеди умудрился выжить. Благо Ада заблаговременно изучила его стиль ведения боя, поэтому с легкостью расправилась этой небольшой помехой. Но подобная репетативность именно то, что меня разочаровало в данном дополнении. Все-таки я только прошел самую игру, прекрасно помню все локации, а мне предлагают по-нову пробегать через них, уничтожая тех же самых врагов. Конечно, картину слегка скрашивает имбовый арбалет, но одно оружие не может точить на себе все DLC. Единственное, что мне так иначе понравилось, это босс-файт с Эдлером, получившийся в тысячу раз интереснее и сложнее, чем в основной кампании, ведь он еще не успел мутировать неповоротливое членистного гонидоразумения, которое даже толком никаких атак не проводило, а лишь швырялось арматурами. Вообще, это достаточно распространенное явление в серии Resident Evil, чем крупнее становится враг, тем проще его убить. Здесь он, наоборот, обладает целым рядом способностей, делающих из него практически идеальное биооружие. Во-первых, он постепенно поглощает телом выпущенной пули, и когда их накапливается определенный лимит, то выпускает обратно. И как бы я ни пытался спрятаться, толку от этого не было. Также обладает повышенной скоростью, благодаря которой с легкостью сокращает любую дистанцию за считанные секунды, хотя у меня до сих пор нет объяснения, за счет чего он умудряется летать. Помимо этого, он может спамить своими щупальцами сквозь любые текстуры, вплоть до 4 повторений. И вот на то, чтобы приспособиться ко всему этому, у меня ушло примерно полчаса, и могу смело назвать этот боссфайт самым сложным за всю игру. В целом, я бы хорошо оценил данный DLC. В первую очередь, оно выполняет самую главную задачу, а именно дополняет историю, что от него изначально и требуется. Никто лично мне не обещал, что должно появиться новое оружие, враги, локации. Это лишь мое маленькое разочарование, потому что хотелось чего-то новенького. Ну вот в нескольких местах дали попользоваться крюком кошкой, и хотя бы за это спасибо. К тому же, вы наверняка заметили весьма мыльное качество нескольких футажей. Это касается катсцен исключительно из данного дополнения, поскольку впервые оно было выпущено для консоли PlayStation 2, технические возможности которой заметно уступали платформе GameCube. Поэтому вместо движка для катсцен использовался обыкновенный пререндер, и в отличие от самой игры, где каждая текстура представляет из себя отдельный объект, соответственно изменить ее не составляет труда, здесь нужно было создавать каждую катсцену с нуля. И Capcom было просто лень придумывать велосипед, и они выкатили картинку уровня PlayStation 2. Действительно, а зачем заморачиваться, если так сойдет? Вообще, Ада идеальный пример для современных разработчиков, как именно нужно делать сильных и независимых женских персонажей, если уж о них так любят. И хоть мне понравилась ее инкарнация в ремейке второй части, но на фоне оригинальной четверки она выглядит чересчур ушняшной. Видимо, стоит сказать спасибо, что Ада хотя бы похожа на азиатку, а не как в шестерке, где она была вылитой европеодной внешности. Также теперь вместо шикарного красного платья, Ада будет носить закрытую пурпурную кофту, но изменение данного элемента гардероба не кажется мне чем-то отрицательным, особенно на фоне того, что другие студии с каждым годом продолжают выкручивать на минимум ползунок красоты женских персонажей. Capcom же, по большому счету, ограничится лишь удалением шутки Луиса о баллистик с Эшли, что они уже успешно сделали в VR-версии 2021 года. В любом случае, будет правильно предельно абстрагироваться от оригинала и рассматривать ремейк как исключительно самостоятельный проект. Тем более, разрабы хотят сделать его более мрачным и, видимо, даже добавить элементы стелса, если судить по некоторым кадрам из трейлера. Надеюсь, он будет интегрирован нормально, а не как в некоторых проектах, где он только негативным образом влиял на восприятие игрового процесса. В конце не могу не отметить великолепную мелодию, играющую в окне сохранении, куда ты попадаешь, используя пишущую машинку, ставшую уже традиционной со времен самой первой игры. В дальнейших частях серии разработчики решили отказаться от нее, по всей видимости, почитав, что подобный атрибут уже не особо соответствует современному сеттингу, который явно прослеживается в пятой и тем более в шестой части. Но вот стилистика Village, например, подтолкнула их вновь вернуться к классике, за что отдельный респект. Скажу честно, прежде чем приступить к прохождению четвертой части, меня одолевали сомнения, а стоит ли вообще браться за оригинал в преддверии ремейка, который, очевидно, будет куда более приятен и рукам и глазам, нежели игра 17-летней давности. Но сейчас, уже после прохождения, написания основной части сценария и кропотливого изучения биографии главных действующих лиц, я нисколечко не жалею, что решил прикоснуться к этому шедевру. И могу смело включить Resident Evil 4 в топ-3 своих любимейших игр. И что самое удивительное, у меня впервые зародилось настолько сильное желание познакомиться с игровой вселенной как можно ближе. На момент выхода видео я уже успел посмотреть реанимационные фильмы, два из которых мне очень даже понравились, но вот Вендетта получил слегка рваный в плане нарратива. Также прикупил себе книгу Алекса Эниелов, в которой он поэтапно рассказывает об истории создания серии. Возможно, даже попробовал урвать коллекционные издания ремейка. Единственное, его надо ждать несколько недель после релиза, да и в комплекте могут идти только консольные версии. Поэтому мне в любом случае придется покупать игру в стиме. Дальше в планах сделать видео по второму Dead Space и начать разбирать серию Mass Effect. Я безмерно благодарен каждому, кто досмотрел ролик до конца. Моменты выхода последнего видео прошло целых полтора месяца. В дальнейшем я постараюсь не делать такие длительные паузы, но изучение лора вселенной для качества написания сценария требует времени. К тому же, как я говорил ранее, четвертая часть мне очень даже понравилась, поэтому постарался максимально подробно разобрать не только ключевые элементы игры, но и персонажи, а также их предысторию. Надеюсь, что новый 2023 год сложится для каждого из нас гораздо лучше предыдущего, а Capcom приложат к этому руку, порадовав качественным ремейком, который выходит уже в марте. То есть релиза осталось вот-вот буквально три месяца. А если этот ролик вам понравился, то буду признателен каждому лайку и подписке на канал. Всем еще раз спасибо, удачи и до скорых встреч!